Похититель Нового года. Наряженные елки воруют не только сказочные герои на утренниках в детских садах, но и взрослые трезвые мужчины. Настоящий детектив с похищением праздничного деревца, установленного в одном из торговых центров, произошло в Старом Москоле. Преступник найден, елка изъята, но новогоднюю ночь она проведет в полицейском участке. Похищение елки из здания торгового центра произошло средь бела дня, в воскресенье. Свидетели дерзкого преступления предположить не могли, что это собственно воровство. Белым днем, да, в 14.30, как потом мы уже посмотрели по камерам, не могли поверить, что просто-напросто ее могли украсть таким прям в середине дня. Поэтому все думали, ну, наверное, ее понесли зачем-то, ну, может быть, еще приукрасить. Как потом увидели очевидцы, что он даже, такси было удивлено, что елка не разбирается. То есть у нас даже оставались следы преступления, потому что мишера тянулась у нас до трамвайной линии. Молодой человек зашел в торговый центр пополнить баланс мобильного и заодно прихватил наряженную двухметровую красавицу. Мы обратились в полицию, полиция очень быстро отреагировала, чему большое спасибо, потому что, ну, все действительно очень рады, что елка нашлась. Вы сами понимаете, что здесь как ценность сама елка была, потому что, ну, святое. Перед Новым годом просто наглым образом ее, к сожалению, да, нам ее не отдали, потому что нужно произвести экспертизу. И только после этого елка к нам вернется. Ну, наверное, это уже будет 21 год. Ну, станет она у нас 100% символом теперь. Все ее очень ждут. Я хожу в этот магазин, мне жалко так, что украли эту елку. Красивая такая стояла. Ну, что, люди такие у нас. Посетители так привыкли к тому, что здесь была елка, что и теперь рассказывают на этом месте стишки, поздравляя друг друга с Новым годом. Чтоб солнце сияло и пела душа, чтоб все ощущали, как жизнь хороша. Мир, любовь и процветание. Анна Семенова, Сергей Кириченко, Александр Балакин, 9 канал.